Собственные методические разработки, эффективное использование новейших образовательных технологий, а также высокие результаты учеников. Все это легло в основу конкурсных работ педагогов, которые отмечены грантами президента и губернатора области. Вручая награды, представители регионального министерства образования отметили, что работу учителя не только научить, но и воспитать в ребенке человека с активной гражданской позицией. Она действительно благодарная, потому что надо понимать, что десятки лет память о каждом учителе в сердцах его учеников. Я поздравляю нас с вами с этим замечательным праздником. Почетные грамоты, благодарственные письма, памятные подарки и, конечно, цветы вручили тем, кто передает свои знания детям. С поздравлениями к учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования обратились представители городской думы, администрации и ядерного центра. Вам хочу пожелать хороших, внимательных, талантливых детей, хотя вы сами все говорите, что дети все талантливые, но в приложении к ним адекватных родителей. Одни только начали свой путь на педагогической стезе, другие отдали работе в школе больше половины жизни. За плечами Татьяны Степановой 30 лет педагогического стажа. Получая награды за свою работу, она считает, что главное в профессии учителя – это при любых обстоятельствах оставаться человеком. Наверное, не потерять уважение своих учеников, видеть их глаза понимающие, которые готовы с вами общаться, готовы их общаться. Но, наверное, знание предмета важно, но не настолько. А вот человеческие качества являются, мне кажется, ведущими. После церемонии награждений педагогов ждал праздничный концерт, который подготовили учителя и воспитатели школы-интерната номер один. Сценки про учеников и их наставников, танцы и рэп-композиции стали приятным сюрпризом для гостей вечера. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова